Риппл Тем не менее, Брэд рассказал о том, как обстоят дела с принятием XRP, а именно то, что принятие токена активно и быстро растет, несмотря на весь фат и панические настроения вокруг Риппл. Глава Риппл также сообщил о том, что Маниграмм начали активно использовать XRapid в результате важного партнерства с Риппл. Добрая часть интервью была посвящена тому, что сейчас токен XRP используют чаще, чем когда-либо за всю историю компании. Также речь шла о другом проекте Риппл, XPrin и партнерству со стартапом Coil, который занимается монетизацией контента в интернете. Этот стартап постоянно работает с микротранзакциями, что очень важно для монетизации контента. Потенциально они могут использовать XRP. Конечно, Брэд снова сравнивал XRP и биткоин. Это уже традиция, как сравнивать и новые флагманы Apple и Samsung. Брэд заявил, что настроен на лонг по биткоину, то есть видит рост этой монеты в будущем. На вопросах о продажах компании токена в XRP Брэд ответил, что дампить токен не в интересах компании. По крайней мере, компания точно не преследует цель влиять на усиленные продажи токена участниками рынка. Кто-то спросит, а зачем тогда Ripple сливает токены? Ребята, они делают это не просто так. Они ведь строят большую экосистему, а на это нужны деньги. Брэд убежден, что настоящая ценность цифрового актива впоследствии будет определяться не спекуляциями, а тем, насколько полезен проект и насколько популярно его использование. И в этой связи кажется, что XRP будет стоить целую кучу денег, учитывая потенциал в его усилиях, стараниях и целях. А этот потенциал просто огромный. Кроме всего этого, в интервью поднимались и другие вопросы. Если есть желание, можно посмотреть полное интервью по ссылке в описании. Тем временем, французское правительство призвало ввести криптовалютные правила регулирования на уровне Евросоюза наряду с созданием европейской публичной цифровой валюты. То есть, по сути, криптовалютой, которую могли бы использовать страны Евросоюза. Такое предложение было выдвинуто в ответ на новость о запуске криптовалюты Libra от Facebook. По мнению министра экономики и финанса Франции, Libra ставит под угрозу финансовую стабильность и даже суверенитет европейских государств. Он советует заблокировать Libra на территории Европы и разработать публичный цифровой актив. В этом случае ЕС может последовать примеру Китая, который спустя 5 лет уже почти завершил работу над своим проектом по выпуску государственного цифрового актива CBDC. Ребята, эта волна уже превращается в цунами, которая захлестнет весь мир. Странные континенты начинают понимать, что криптовалюта — это транзакции будущего. Идеи распрощаться с наличными деньгами навсегда уже не звучат фантастически. На протяжении следующих 10-20 лет это вполне может произойти. Интересно и то, что и Кристин Лагард, бывшая министром экономики и финансов Франции, также заявляет о том, что спрос на наличные деньги падает, зато люди всё больше предпочитают цифровые деньги. Ребята, всё это — часть одного пазла. И вот почему компания Ripple делает то, что она делает. Создает систему, в которой мы можем легко пересылать фиат из рук в руки, используя токен XRP как мост между двумя валютами и точками отправителя и получателя. Знаете, если бы объёмы современного бизнеса, связанные с наличностью, были бы такими же, как, например, в 70-х, то на самом деле нам не особо нужны были бы эти технологии, типа токена XRP. Хватило бы и какого-нибудь свифта. Но сегодня, когда на календаре почти 2020-й, нам крайне необходима более новая система. И именно поэтому наличным деньгам одна дорога в небытие. Ripple заключила партнёрство с EarthPot. Виза купила EarthPot. R3 заключает партнёрство с Ripple. Corda R3 использует XRP. MasterCard заключает партнёрство с R3. Libra заключает партнёрство с Визой и MasterCard. Что же общего у всех этих проектов? Правильно, RippleNet. Забавно, как всё завязалось в клубок нитей, который держится вокруг Ripple. Кстати говоря, в отличие от России, которая пытается закручивать гайки криптовалютным энтузиастам, во Франции тот самый министр экономики и финансов заявил, что криптоторговля налогами облагаться не будет. Налог будет только в том случае, если ты захочешь конвертировать криптовалюту в фиат. Это очень интересно в том плане, что в 2019 году мы всё ещё не очень-то используем криптовалюты, чтобы что-нибудь приобретать или продавать. Мы пользуемся ею всё равно как спекулятивным активом. Купил, продал, разницу в фиат и рад. Поэтому министр французский вполне логично пронюхал, на каком именно этапе нужен налог. Правда, уже и сегодня можно что-либо купить за криптовалюту, но биткоин всё ещё слишком медленный для массового использования. Да и кто вообще захочет использовать биткоин как средство платежа, если его можно использовать как средство сбережения? Но я думаю, что со временем всё изменится и мы сможем покупать товары и услуги за криптовалюту. Но это не значит, что обязательно за биткоин. Это может быть эфириум, XRP и так далее. А теперь внимательно слушайте. Это очень большое событие для Ripple XRP и для всех, кто держит XRP. Coin.me приняла полтора миллиона долларов от Ripple. Значит ли это, что XRP скоро появится в двух с половиной тысячах банкоматов? Это очень масштабное событие, которое подводит XRP к ещё большему распространению и принятию. Как говорил Брэд Гарлин Хаус в интервью, которое мы упоминали в начале видео, криптовалюты, которые останутся ценными, это те, которыми реально будут пользоваться в будущем. Поэтому остаётся только один вопрос. Что такого знает Coin.me, чего не знаем мы? Я уверен, все вы видели биткоин-банкоматы хотя бы на фотографиях. Кстати говоря, их становится больше. Так вот, Coin.me это самая большая сеть таких банкоматов. Инвестиция Ripple в эту компанию может означать только то, что скоро в криптобанкоматах этой сети появится и XRP. А это, ребята, на минуточку, 2600 банкоматов только в Соединённых Штатах. Coin.me также планирует расширяться и на европейский рынок, на рынки Южной и Центральной Америки. Криптобанки Coin.me располагаются в общественных местах, как обычные платёжные терминалы. Поэтому человек может легко и просто купить XRP, если он там появится. Как комментирует вице-президент Ripple, цель Coin.me – принятие цифровых валют по всему миру. Сделать работу с криптовалютой проще набора номера телефона для людей, чтобы каждый человек в этом мире имел доступ к криптовалютам и мог легко и непринужденно использовать их для платежей и тому подобное. Скорее всего, это только начало. Я думаю, Coin.me вскоре начнёт добавлять не только биткоин в свои банкоматы, но и целый ряд других криптовалют. И XRP наверняка будет в этом списке. Не просто же так они инвестировали в Coin.me. А значит, скоро времени XRP будет доступен даже в киосках на территории США, где уже работает Coin.me. А в перспективе и в Европе, Южной и Центральной Америках. Все эти инициативы, как я думаю, будут всё более успешными в будущем. А на этом у меня всё, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова